Пожары в Гомельской области. Ветки из общественной бани не хотели эвакуироваться посетители, а в Гомеле чуть не погибли три человека. И педофил, и черный копатель. В жлобе не задержан мужчина, который подозревается сразу в двух тяжких преступлениях. Анархисты взяли на себя ответственность за атаку на здание налоговой инспекции. В сети появилась видеозапись поджога. А также приговор мужу убийцы. На 25 лет за решетку отправится мужчина, который в октябре прошлого года из окна седьмого этажа выбросил бывшую жену. Ветки посетителей бани не спешили из-за пожара покидать помещение, опасаясь за сохранность оставленных ими личных вещей. Сотрудникам МЧС пришлось объяснять людям, что если они откажутся выполнять инструкции, под угрозой может оказаться их безопасность. В воскресенье 26 марта на пульт дежурного поступило сообщение, что в парильном отделении местного банно-здоровительного комплекса произошел пожар. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили сильное задымление и с трудом эвакуировали из здания пять человек – посетителей заведения. Персонал вышел на улицу самостоятельно. В результате пожара никто не пострадал. В данном случае посетители банно-здоровительного комплекса проигнорировали требования пожарной безопасности, своевременно не покинули горящее помещение, опасаясь за сохранность своего имущества. Тем самым подвергли свою жизнь опасности. Не смогли попариться и гости частной баньки одного из садоводческих товариществ того же Ветковского района. В результате возгорания деревянного строения хозяину и его гостям вместо отдыха пришлось вызывать пожарных. При этом владелец бани попытался потушить огонь самостоятельно и получил ожоги. Если причина пожара в банно-здоровительном комплексе устанавливается, то о причине пожара в бане на дачном участке пенсионера можно сказать, что рассматривается одна из версий. Это нарушение правил эксплуатации печей, теплогенирующих устройств и их агрегатов. А вот в деревне Восход Будокошелевского района неосторожность с огнем, к сожалению, стоила жизни 48-летнему местному жителю. В населенном пункте загорелся его дом. Ликвидировать возгорание смогли только прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС. Огонь уничтожил крышу, часть стен, потолочное перекрытие и мебель строения. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы на полу в жилой комнате был обнаружен труп мужчины. Хозяин домовладения 1969 года рождения, не работавший, проживал один. В результате пожара практически весь дом сгорел. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем при курении. А тем временем в Гомеле могли погибнуть три человека. Пожар на улице 4-й техническая произошел в прошедшую субботу 25 марта. Звонок в центр оперативного управления МЧС поступил в 18.52. Спасатели Гомельского городского отдела ПЧС выехали по указанному адресу. При самостоятельном тушении огня жильцы дома получили травмы и на момент прибытия пожарных уже находились на улице. К моменту прибытия подразделения МЧС наблюдалось открытое горение внутри дома. Хозяйка с ожогами первой и второй степени спины было направлено в учреждение здравоохранения в больницу скорой медицинской помощи. Ее сын, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, был передан сотрудникам отдела внутренних дел. И внук 80-го года рождения, который вообще не пострадал, была проведена с ним разъяснительная работа и предложено трудоустроиться. В результате пожара уничтожено имущество, повреждены стены и потолочное перекрытие в жилом доме. Причина возгорания устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – неосторожное обращение с огнем при курении. Последний раз домовладение граждан проверялось смотровой комиссией в январе 2017 года. В ходе осмотра были выявлены факты нарушения эксплуатации электросетей и электроустановок. Сотрудники Реческого районного отдела Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту массового повреждения памятников на кладбище в деревне Жмуровка Реческого района. Как сообщает газета «Дня Провец», неизвестные вандалы разрушили 18 памятников и повредили два креста. По версии следователей, хулиганство было совершено в период с 21 по 25 марта. Сейчас правоохранители ведут поиск злоумышленников. По уголовному делу назначен ряд экспертиз. В жлобине по подозрению в педофилии, а также хранению оружия задержан 34-летний местный житель. Мужчину обвиняют сразу по нескольким уголовным статьям. Среди них насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении малолетних, хулиганство, незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Подробности дела в следующем сюжете. Мужчина совершал незаконные раскопки на территории Жлобинского района, в результате чего и попал в поле зрения оперативников. Из найденных им авиабомб, мин и гранат он извлекал взрывчатые вещества. Корпусы боеприпасов выставлял на продажу через интернет-аукционы под видом изделий бытового назначения. Вас, горшков, кашпо. И посредством почтовых отправлений отправлял товар покупателям. В ходе изучения компьютера задержанного эксперты обнаружили обнаженные фотографии малолетних жлобинчан. В результате началось параллельное расследование. В ходе предварительного расследования установлено, что в период с 2008 по 2010 годы обвиняемый, находясь в различных общественных местах города Жлобина, входил к доверию к малолетним девочкам в возрасте от 6 до 9 лет и предлагал их сфотографировать. Затем мужчина совершал в отношении детей насильственное действие сексуального характера, и при этом свои действия он фиксировал на фото и видео. У следствия есть основания полагать, что по уголовному делу установлены не все потерпевшие. В связи с этим сотрудники следственного управления обращаются к гражданам, которые обладают какой-либо информацией о противоправных действиях, обвиняемых в отношении иных малолетних, обратиться в следственное управление УСК Погомельской области. Анархисты взяли на себя ответственность за попытку поджога здания налоговой инспекции по Гомельскому району. Через несколько дней после атаки в сети появилось видео, на котором был запечатлен бросок бутылки с зажигательной смесью. Напомним, 25 марта на сайте Следственного комитета Беларуси появились сообщения и фотографии последствий поджога здания налоговой инспекции. Уже известно, что анархистами были брошены в окно второго этажа две бутылки коктейля Молотова. В результате воспламенения горячей жидкости были закупчены окно, в которое попали злоумышленники, и фасадная часть здания. Заведено уголовное дело по части 2 статьи 218 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом». Санкция предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или ее лишение на срок от 3 до 10 лет. По собранным на месте преступления уликам проводится экспертиза, ведется поиск поджигателей. Во вторник судья вынес приговор гомельчанину, выбросившему в октябре прошлого года с седьмого этажа свою бывшую супругу на глазах у малолетних детей. Семейная трагедия разыгралась 23 октября прошлого года в недавно построенной трехкомнатной квартире в 104-м микрорайоне Гомеля. В тот вечер разъяренный, но абсолютно трезвый мужчина избил резиновой дубинкой бывшую жену. Затем выбросил ее из окна седьмого этажа. Сам позвонил в милицию и сообщил об убийстве. Свидетелями кровавой сцены стали две дочери. Поводом же послужил квартирный вопрос и категорическое нежелание матери девочек видеть новую избранницу своего мужа на общей жилплощади. После неоднократного приезда милиции новая пассия, все же прислушавшись к совету участкового инспектора покинула квартиру мужчиной, а ее соперница стала праздновать победу, делясь по телефону с матерью. Рассказывал ранее на суде обвиняемый. Мужчина не сдержал гнев, взял резиновую дубинку и начал наносить удары один за одним. Погибшей было причинено не менее 28 ударов тупым предметом по различным частям тела, из которых не менее 10 в область головы. Смерть же гражданки наступила в результате сочетанной травмы тела, возникшей в результате падения со значительной высоты. В последнем слове мужчина просил о снисхождении, сославшись на то, что женщина его сама довела, а родственники погибшей требовали пожизненного заключения. С учетом того, что обвиняемый ранее уже был судим за избиение жены и приговорен к штрафу, суд вынес приговор. В угрозе убийства, когда имелись основания опасаться ее осуществления, а также умышленно противоправного лишения жизни другого человека, совершенного с особой жестокостью. Назначить ему наказание по ст. 186 УК Республики Беларусь в виде одного года лишения свободы, по пункту 6, ч. 2 ст. 139 УК Республики Беларусь, ст. 24 лишения свободы, на основании части 3 ст. 72 УК по совокупности преступлений, путем полного сложения наказания, назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет. Я приговором очень довольна. Мы хотели, конечно, чтобы было пожизненно, но 25 лет – это тоже большой срок для раздумья того, что он сделал. Девочки очень переживают, внучки обе. Они просто, как сказать, боялись, что его отпустят вообще. А я приеду сегодня домой и скажу, что внучки мои золотые. Он будет сидеть 25 лет, а я буду стараться вас поднять, отучить. И вы, взрослые, уже будете, когда он, может быть, вернется. Воспользовался доверием и завладел чужими деньгами. Жительница Мозыря, получив в банке кредит, на следующий день рассталась с выделенными ей средствами. Подробности печальной истории весьма доверчивой женщины в материале наших корреспондентов. За день до происшествия один из банков согласился предоставить Мозырянке кредит на потребительские и очень срочные нужды. Выйдя из банка, в руках женщина держала заветную пластиковую карточку, на которой находилось около 2000 динаминированных рублей. Такую удачу сразу было решено отметить и слегка проредить одолженную сумму небольшим застольем у знакомого. В какой-то момент спиртное закончилось, но душа все еще требовала праздника. И веселая компания отправила за добавкой молодого мужчину, объяснив путь к банкомату и ночному магазину, торжественно вручив при этом ему пластиковую карточку и сообщив пин-код. Каково же было удивление, когда ни через час, ни через два и три ни спиртного, ни парня с карточкой в их квартире не оказалось. В попытках выяснить, кто же он, чей знакомый и как он вообще попал в квартиру, ни у кого вразумительного ответа не нашлось. Веселье сменилось вызовом милиции. В ходе сбора информации установить личность по имеющимся скудным сведениям оперативникам не представилось возможным. Единственной зацепкой оказались оставленные незнакомцем два пакета с вещами. Эксперту Госкомитета судебных экспертиз не составило большого труда обнаружить и изъять следы рук с предметов, находящихся в пакетах. Значит, изъятые с места происшествия следы пальцев рук были своевременно направлены в базу АДИС. И по данным следам было установлено совпадение с лицом ранее судимым, который буквально несколько дней назад освободился из мест лишения свободы. В настоящее время данный гражданин находится в розыске. Ориентировки на него направлены во все городские и районные отделы внутренних дел республики. В Гомеле милиция разыскивает мужчин, подозреваемых в краже урны с деньгами для больного ребенка. Отделом уголовного розыска ОВД администрации железнодорожного района Гомеля устанавливаются личности двух мужчин, которые могут быть причастны к краже урны с пожертвованиями. Фотографии подозреваемых в преступлении вы сейчас видите на экране. Инцидент произошел 22 марта в магазине Доброном, расположенном на улице Советская, 97 в Гомеле. Действия неизвестных людей попали в объектив камеры видеонаблюдения. На вид мужчинам 25 лет, рост около 178 сантиметров среднего телосложения. В момент преступления один из подозреваемых был одет в спортивную куртку с капюшоном камуфлированного и черного цвета, черные спортивные штаны и кроссовки. Второй мужчина был одет в балоневую жилетку серого цвета, серую мастерку с рукавами голубого цвета, серые спортивные штаны и черную вязаную шапку. Ко всем, кто владеет информацией о возможном местонахождении подозреваемых, сотрудники милиции обращаются с просьбой сообщить об этом по телефону прямой линии 102. И это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Будьте в курсе происшествий Гомельского региона вместе с программой «Де-факто» и берегите тех, кто вам дорог. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok